День войск Национальной Росгвардии отметили в Магадане 27 марта. В этом году у нее двойной юбилей – 210 лет со дня образования войск и пятилетия создания федеральной службы войск Национальной Гвардии. Росгвардия создана в 2016 году указом президента Российской Федерации на основе внутренних войск. На Колыме территориальный отдел Росгвардии был образован 30 сентября 2016 года. Я хочу отметить ваш клад в то, что мирная и спокойная жизнь на территории Магаданской области и развитие экономики во многом зависит и от вашей профессиональной деятельности. Всем здоровья, счастья, жизненных сил, энергии, домашнего уюта и тепла. И всем вам хороших успехов в вашей службе. С Днем Российской Гвардии! С праздником, дорогие друзья! На торжественном открытии праздника Росгвардии представители власти Магаданской области выразили военнослужащим и сотрудникам благодарность и вручили ведомственные награды. Сотрудники ОМОНа организовали зрелищное показательное выступление по задержанию преступников. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы попытались сделать праздник для всех жителей города Магадана, показать, что есть Росгвардия в Магадане и что она выполняет определенные задачи. И, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы сказать и поздравить личный состав с праздником, с пятилетием образования Росгвардии и с 210-й годовщиной образования внутренних войск в системе МВД, так это было. Ну и пожелательного здоровья, мирного неба над головой. После торжественной части военнослужащие рассказали магаданцам об оружии. Любой желающий, взрослый или ребенок мог подойти к сотрудникам и узнать, для чего предназначено то или иное вооружение. Это пистолет-пулемет ППСР-2М «Вереск». Пришел на смену уже устаревшим ПП-93. Предназначен для ближнего боя. Посетили празднование Дня Росгвардии в Магадане и реконструкторы из поселка Палатка. Они рассказали про вооружение, которое использовалось советской армией во время боевых действий в Великую Отечественную войну. Вот у нас есть образец 1938 года и образец 1944 года. Разница этих карабинов лишь в том, что к этому карабину штык пристегивался у солдата, у бойца. На ремне висел такой чехол, где хранился штык. Соответственно, одевался и застегивался. Но это было непрактично. Можно было во время каких-то неурядиц, каких-то перестрелок бежать по окопу и ненароком насадить своего товарища на этот штык. По словам сотрудников ОМОНа, их служба трудна и опасна. Перед военнослужащими стоит много задач. У специалистов этой сферы проходят и спецмероприятия. По борьбе с терроризмом и бандитизмом сотрудники военных подразделений рассказали о том, насколько важно служить своей родине. Я считаю, каждый молодой человек должен служить в армии. Во-первых, это воспитывает мужской дух. Если он после армии посчитает нужным идти в ряды свет подразделений, я полностью его поддерживаю. Во-вторых, воспитываю человек как мужчину, так и как отца. Сегодня Росгвардия – важнейший элемент системы обеспечения национальной безопасности государства. Военнослужащие и сотрудники ведомства ежедневно рискуют своей жизнью и выполняют ответственные задачи, помогая людям. Специалисты Росгвардии участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.